Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну что, как я и обещал, продолжим разговор об искусстве, о культуре. И Наталья Суеншалиева нам расскажет сейчас о том, какими новыми интересными проектами нас порадует художественный музей. Вот буквально мы проходим мимо и видим, там уже висит огромный плакат, что выставка картин Вильгельма Пурвитеса. И вот возможность будет ее посмотреть. Ну, конечно, она еще будет до октября, но тем не менее. А кто знает, что будет вообще, простите, завтра со всеми этими, господи, не дай бог, этими оспами, обезьяньями и так далее. Вот когда, не дай бог, снова нас закроют. Бежать, смотреть, посещать и радоваться сегодняшнему дню. Наталья, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Ну, давайте начнем действительно с этого большого события. Насколько вот такого рода выставки собрали? Вообще, вот как, я знаю, что за границей очень любят действительно делать такие выставки. Весь Моне, весь Ван Дейк. Вот я посещал в Лондоне, в Париже такого рода выставки, когда свозят вообще со всех музеев мира, из частных коллекций. И вот уникальная возможность увидеть все сразу в одном месте. К сожалению, такого масштаба выставки, как вы, Олег, упомянули, в Латвии устроить совершенно невозможно в силу трагичности творческого наследия Пурвитиса. Как ни странно, несмотря на то, что Вильгельм Пурвитис наш высочайший мастер пейзажной живописи, прекрасный педагог, один из первых директоров сегодняшнего уже Латвийского национального художественного музея, который в ту пору, в начале 20 века был, конечно же, под другим названием, был очень плодовитым художником. Он оставил по документальным фактам свыше двух тысяч произведений. Но, к сожалению, до наших дней достоверно известно только чуть больше двухсот подтвержденных его кисти произведений. И свыше ста из них хранится в коллекциях Латвийского национального художественного музея. В Латвии, вот как раз я упомянула, в районе двухсот картин находятся. За рубежом тоже небольшое количество, но большая львиная доля всего его творческого наследия, к сожалению, безвозвратно, скорее всего, утрачена была в ходе войн, которых мы, к счастью, не пережили. Но эти войны оставили огромный след на всей нашей истории. А что случилось вот с этими картинами? В начале 20 века у Пурвитиса в Казданге, когда он еще проживал под крылом своего мецената, сгорело огромное количество работ как раз с начала 20 века. Там как раз самый его расцвет молодого художника, это вот эпоха символизма и сего как бы академического характера произведения. Потом в 30-е годы в Елгове сгорела вся его огромная коллекция тоже работ в доме его супруги. Когда они жили, там произошла огромная трагедия, и это наследие, скажем так, того уже периода 30-летнего, тоже практически вся погибла безвозвратно в пожаре. Но самым, конечно же, объединенными легендами часть его творческого пути остается под мраком, скажем так, неизвестности. Из-за того, что когда он пытался эвакуировать часть своих работ в Германию в 40-е годы, как раз в годы Великой Отечественной или Второй мировой войны, то, скорее всего, очень большая часть, скажем так, следующего периода была утрачена во время переправки его работ по морю, когда он отправил свою коллекцию на корабле, и этот корабль был подбит. Таким образом, скорее всего, мы навряд ли что-то узнаем нового и сможем показать полную всю коллекцию наследия мастера. Ну, конечно же, за рубежом имеется в частных коллекциях, в каких-то музеях крупных, в том числе в России, в Германии, во Франции, в центре Жоржа Помпиду, например, хранятся какие-то отдельные произведения Порвизиса. Но, к сожалению, реалии сегодняшнего дня вынуждены были внести значительные коррективы в наш изначальный проект, поэтому с большим трудом, не из-за того, что отсутствие работ, но потому что концепция выставки подразумевала показать всю амплитуду творческого наследия мастера, и мы хотели сделать не такую перенасыщенную выставку, достаточно показать такие иконные образы, созданные Вильгельевым Порвитисом. Поэтому мы отобрали 103 его произведения, исходя из тех материалов и коллекций, которые имеются в Латвии. Это как музейные коллекции, так и частные собрания. И одна работа — это непосредственно небольшой портрет, но очень чёткий и ёмкий, принадлежит кистью друга и соратника Вильгельева Порвитиса, Яниса Розенталя, где как раз непосредственно молодой художник запечатлён очень таким целеустремлённым, уверенным и в какой-то мере самоуверенным, что помогло ему достичь впоследствии таких блестящих результатов. Но выставка действительно очень сильная, масштабная. Благодаря художнику-оформителю, декоратору, сценографу Сандре Краснени, которая великолепно справилась со своим заданием, мы предоставляем возможность во всей широте живописных, тематических, стилистических, хронологических линий проследить за развитием творчества Вильгельма Порвитиса, начиная от самых его первых школьных, учебных работ и заканчивая буквально последними произведениями. Надо сказать, что Вильгельм Порвитис создал вот тот классический образ идеальной латвийской природы, которая близка сердцу любого латвийца. И интересно, что то, что он создал, это можно охарактеризовать как синтезированная формула латвийского пейзажа. Когда, проезжая мимо на машине, у него полей, лугов, лесов, можно увидеть точно настоящий Порвитис. И нередко такие возгласы или громкие, или тихие в уме у нас возникают, и хочется остановиться и понаслаждаться вот этой красотой. Она вроде бы может быть не такая экзотическая, не такая потрясающая, может быть, она не напоена этим южным солнцем, как в Италии, например, где Порвитис тоже провел какое-то время и впитал вот эти традиции классического академического искусства. Но Порвитис именно поэтому стал величайшим живописцем в истории Латвии, что он создал совершенно неповторимый, очень трогательный и всеобъемлющий и монументальный образ латвийской природы. И благодаря этому мы его так любим, и его имя всегда очень чутко отдается, я думаю, в сердце каждого латвийца. Поэтому здесь, конечно же, стоит отметить, что Порвитис не только живописец, он был, как я уже вначале говорила, был очень умным и дальновидным политиком от культуры. Он поддерживал активно молодых художников и открыл многие таланты, которые в последующие годы заняли особое место в искусстве Латвии. Также его имя ассоциируется у нас с Академией художеств, потому что он был не только ее ректором и руководителем пейзажной мастерской, но и руководителем Латвийского национального художественного музея. И он был активным организатором международных выставок. И поэтому для Латвии имя Вильгельма Порвитиса стало знаком национальной идентичности. И, конечно же, эта выставка у нас, можно сказать, без тени гордости, что это на самом деле хит этого года. Ну, осенью мы еще преподнесем еще один большой подарок для наших любителей прекрасного. Это действительно будет прекрасный подарок. Но лето мы начинаем вот с выставки работ Вильгельма Порвитиса. И очень надеемся, что она найдет живой отклик у наших посетителей. Кроме того, помимо того, что в нашем подземном большом зале выставлена вся вот эта его большая ретроспектива, выставка дополнена огромным количеством фото и архивного материала. Также можно будет найти какие-то очень интересные исторические факты биографии великого мастера. А особым подарком, который вносит некоторую долю интерактивности в нашу выставку, мы предлагаем на втором этаже нашего музея, когда поднимаешься по вот этой роскошной мраморной лестнице, укрытой красным ковром, во втором этаже, на вестибюле вы заметите лестничную башню, строительные леса, который позволит подняться на высоту 4 метра под потолок нашего музея и в одном из шести люнетов рассмотреть вблизи пейзаж, созданный кистью самого Вильгельма Порвитиса. Как известно, он участвовал в росписи этого зала, художественного музея, и одна из трёх его пейзажных композиций имеет возможность быть осмотрена более детально при живом участии наших посетителей. Я уже говорила, что все пейзажи Порвитиса, они как сняты с единого кадра. И одной из задач нашего проекта было показать, что то, что Порвитис запечатлел 100 лет назад, то же самое мы можем увидеть и сегодня. И фотограф Кристоф Каунс по заданию Сандре Краснени и нашего музея в течение целого года ездил по Латвии и не специально выискивал те места, которые были в своё время запечатлены Вильгельмом Порвитисом, а просто как раз вот это вот ощущение, что, о, это же Порвитис, увидеть через фотообъектив. И таким образом нам удалось создать небольшую коллекцию вот этих вот порвитских образов на уровне ассоциаций, может быть, присутствующих в нашем подсознании. И часть работ, которая была перенесена на саму выставку, у нас заменена в экспозиции в постоянной на четыре большие работы самого Кристофа Кауна, которые, можно сказать, точь-в-точь повторяют эти образы, которые были запечатлены у великого мастера. И также есть и видеофильмы, которые, видеохроника, которые позволяют вспомнить, кем же был этот великий человек. Ну вот я вижу, что на сайте музея, художественного музея, как раз можно посмотреть, по-моему, ну почти семиминутный фильм, который рассказывает о самой выставке, о том, как всё это готовилось, насколько сложно было реставрации. Ведь я понимаю, что какие-то картины подвергались реставрации. Абсолютно. Все работы, которые вы увидите, все абсолютно от небольших графических пастелей до крупных художественных, живописных полотен все работы были реставрированы, потому что они требуют и снятия какого-то вот слоя времени, скажем так, немножко надо было почистить, потому что масло имеет тенденцию немножечко темнеть со временем. Как вы понимаете, работа уже как минимум столетней давности, и рамы требуют реставрации, и, скажем так, чтобы они во всём своём блеске золота снова предстали перед взором наших посетителей. Поэтому Пурвитис очень сильно подготовился под нашим руководством, поэтому мы надеемся, что выставка найдёт большой отклик у наших посетителей. Очень ждём, что действительно вот эта летняя пора станет временем прекрасных открытий и чудесных впечатлений от посещения нашего музея. Я уже хочу просто напомнить нашим слушателям, что два дня, как уже эта выставка работает, и вот в дни работы музея по понедельникам музей открыт? Нет, по понедельнику музей продолжает отдыхать, можно так сказать, единственный день в неделе, но все остальные дни, включая пятницу, например, до восьми часов вечера можно даже перейти к нам, посмотреть, начиная с десяти утра. Так что возможности ознакомиться с нашими экспозициями, актуальными выставками у наших посетителей имеется предостаточно, чего мы им желаем. То есть получается, что эта выставка, она чуть больше, чем выставка картин самого Пурвитиса, потому что здесь есть и фотографии, которые помогут увидеть природу в его глазами Пурвитиса, и есть большое количество фотоархивных материалов, которые позволят больше узнать о личности самого художника. То есть будут ли какие-то проводиться, может быть, экскурсии в сопровождении куратора выставки, экскурсовода, который, может быть, что-то может рассказать больше? Да, конечно. Олег, вы совершенно правы. Музей подготовил обширную программу мероприятий, сопровождающих нашу выставку. У нас планируются и беседы в музее, и открытые экскурсии, и разного рода мастерские. Эта программа сейчас на стадии завершения. Вся информация будет доступна на сайте нашего музея. Поэтому прошу ваших слушателей, наших будущих посетителей, внимательно следить за нашей информацией, как на домашней странице в музее, так и в соцсетях. Всё это будет доступно, и мы очень надеемся на встречу. У нас буквально осталось вот несколько минут. Что ещё может быть? Ну вот, ведь художественный музей не ограничивается только одним зданием, это несколько площадок. Вот что происходит, может быть, на других площадках, или какие-то, может быть, уже готовящиеся в ближайшее время мероприятия? Да, я бы как раз на прошлой неделе в конце мы открыли ещё одну прекрасную выставку, которая будет наверняка интересна нашим и рижанам, и гостям столицы. Это выставка, которую мы создали в сотрудничестве с Францией, с Марсельским музеем цивилизации Европы и среди Зерноморья и в сотрудничестве с Институтом Франции в Латвии. Это выставка, которую мы подготовили в рамках президентства Французской Республики в Совете Европейского Союза, и в 2020 году её с большим успехом принимал Марсель, а сейчас в дополненной, расширенной и, можно сказать, переработанной версии эта выставка предлагается вниманию латвийского общества. Архетипы моды рассказывает о становлении и развитии пяти видов одежды. Это спецовка французских рабочих, скажем так, которые разными образами модифицировались в разных культурах. Это майка без рукавка, скажем так, алкоголичка, как мы её знаем. Это летняя опухь эспадрильи, связанная с конкретным географическим регионом Каталонии, но, тем не менее, разошлилась по всему земному шару матерчатая летняя обувь. Так, ещё третий, четвёртый у нас – это спортивный костюм. И пятый элемент – это шотландский килл. И все эти пять элементов демонстрируют свою временную устойчивость и показывают их присутствие у разных культовых личностей. Мы можем здесь проследить, например, вот эту майку-борцовку, майку-алкоголичку, как она развивалась от элемента одежды силачей, борцов начала, конца 19-го, начала 20-х веков, пройдя через пляжные образы, через образы, скажем так, людей, рок-звёзд, Эдди Мёрфи, разных киноактеров, когда она воплотила уже, скажем так, движение, скажем так, людей-мужчин нетрадиционной ориентации, когда она стала и нательным бельём, и обросла кучей других символов и ассоциаций. То же самое мы проследим историю и, скажем так, нательного, спортивного костюма от нательного белья для абсолютно элиты общества до хип-хоперов и рэперов, для которых это стало абсолютно как бы частью нашей повседневной урбанистической культуры. Это действительно очень интересный такой культурно-исторический, антропологический проект, который открывает поистине уникальные моменты истории, связанные с модой, культурой, развитием и фотографии, и великолепная коллекция плакатов представленных, где эти предметы одежды каким-то образом представлены. Надо отметить, что эта выставка связана с коллекциями из разных музеев и частных фондов. Например, очень интересное сотрудничество у нас сложилось с фондом Vivienne Westwood в Лондоне, и из девяти коллекционных образов одежды нам предоставили возможность выбрать любые два, и они, кстати, у нас представлены в экспозиции. Также и работы Ива Сен-Лорана. Это, можно сказать, самые ценнейшие экспонаты нашей, этой выставки. А где она проходит? Где она проходит? Это в Музее декоративного искусства и дизайна. Если самый древний экспонат у нас датируется IX веком, это капюшон, часть, фрагмент капюшона из коллекции исторического музея, где проследуется как раз вот эта вот традиция шотландской клетки. Есть версия, что этот элемент одежды, мы не знаем, к чему принадлежал этот капюшон, скорее всего, это была какая-то накидка, но есть версия, что этот образец одежды через викингов из Шотландии пришел на территорию древней Латвии и таким образом сохранился. А последняя у нас, самая, скажем так, новая интерпретация вот этих вот одного из пяти образов принадлежит нашему латвийскому модельеру Агнесу Норницкой коллекции, которая еще нигде не выставлялась. И в декоративном музее есть возможность ознакомиться вот с первым, как бы с премьерой этого образа, которая является парафразой вот этих вот спецовок, которые были для совершенно рабочих нужд изначально создавались, ну а здесь у нас как бы уже элемент от кутюра. Так что у нас от IX века до XXI разброс, от неизвестных работ мастеров-ремесленников до мастеров-модельеров от кутюра совершенно интересный, потрясающий, на мой взгляд, изобилующим огромным историческим, фотографическим, арт-документальным материалом экспозиция. Поэтому вот эти две выставки на ряду с Порвитисом — это то, что любой посетитель, любой ценящий историю, культуру, искусство, житель Латвии должен увидеть в этом летом совершенно точно. Но у нас в наших планах еще и в большом нашем музее планируем руссковку Аусикла Баушченекса, тоже нашего любимца публики. Наталья, я думаю, что это прекрасный повод еще нам встретиться, потому что в наших планах еще услышать новости, которые должны прозвучать буквально через минуту, и мне показывают, что время нашей сегодняшней утренней встречи завершилось. Спасибо огромное, Наталья Суеншагаева, Национальный художественный музей. До встречи, всего доброго. Всего доброго, до свидания.